Кунсткамера более известна как Музей уродов в Питере, однако большинство экспозиций на территории выставочного комплекса посвящено особенностям истории, культуры и быта разных народов мира. Кунсткамера в Санкт-Петербурге, официальный сайт, адрес, история, краткое описание экспозиций и экскурсионных программ, всю эту информацию можно узнать из статьи. На сегодняшний день Кунсткамера обладает почетным статусом Музея этнографии и антропологии. Она считается первым музеем России, учрежденным еще Петром I, идея создания подобной коллекции пришла к царю во время его пребывания в Великобритании и Королевстве Нидерланды. Там он был впечатлен посещением анатомического театра, которым руководил голландский ученый Фредерик Рюиш. Император не задумываясь приобрел у владельцев, комнат редкости, внушительную коллекцию уродцев, помещенных в особый раствор. Выделил он немалые средства и на покупку изделий из камня, металла и слоновой кости, скульптур, монет и картин. После возвращения в Россию в начале 18-го столетия царь издал указ о возведении дворца в стиле барокко, предназначенного специально для размещения экспонатов со всех уголков планеты. Под его эгидой велась активная деятельность по изучению самых разных аномалий человеческого тела, к которой были привлечены известные ученые своего времени. Внушительная часть тех экспонатов сгорела в результате пожара, случившегося в середине 18-го века, но на сегодняшний день многие из них отреставрированы и представлены на экспозициях. Этаж 1. Северная Америка. Музей Пушкина в Санкт-Петербурге экспозиция предоставляет замечательную возможность познакомиться с особенностями культуры и быта коренных жителей Северной Америки. Здесь представлены различные экспонаты, от предметов одежды, плетеных корзин и керамических изделий до поворотных гарпунов, байдарок и шаманских ритуальных костюмов. Япония. В этой экспозиции представлены всевозможные инструменты, при помощи которых коренные жители Японии изготавливали шелк, занимались рыбной ловлей и охотой. Здесь собрано внушительное количество самурайских мечей, ножей и прочих образцов холодного оружия, а также доспехов и предметов культа. Посетив экспозицию, можно получить наглядное представление об устройстве быта японцев и узнать много нового о театре, чайных церемониях и культурных особенностях жителей страны восходящего солнца. Африка. Внушительная часть экспонатов, представленных в данной экспозиции, была собрана в период со второй половины 19-го столетия до первой половины 20-го. Здесь находятся предметы быта, маски, холодное оружие и военная атрибутика, книги и изделия из бронзы. Посетив зал, посвященный культуре африканского континента, можно ознакомиться с культурой и традициями коренных народов, проживающих в центральной части, в Верховьях Нила и прочих регионах. Анатомический театр. Бесспорно, что кунсткамера в Питере получила наибольшую известность в качестве необыкновенного музея, в котором собраны экспонаты вроде уродливых животных, младенцев, рожденных мертвыми либо с серьезными отклонениями в развитии. Коллекция постоянно пополнялась новыми экземплярами, поскольку Петр I выдал особый указ, предписывающий жителям Санкт-Петербурга и других городов Руси доставлять к императорскому двору всевозможных уродцев, мутантов и младенцев с уникальными анатомическими особенностями. В зале, посвященном Индокитаю, можно увидеть экспонаты из Вьетнама, Бирмы, Таиланда и других азиатских стран. Российские востоковеды сумели собрать образцы посуды, предметы одежды, буддийские скульптуры, украшения и обрядовые атрибуты. В тематическом зале, Корея, можно взглянуть на культуру страны глазами местных жителей. Здесь находится масса заслуживающих внимания редкостей, таких как статуя Гаутамы Буди, вылитая из бронзы в конце 15-го столетия, расписные рикши и прочие диковинки. Монголия. Посетив экспозицию, можно поближе познакомиться с особенностями культуры и быта монгольских кочевых племен. В зале находится внушительных размеров макет монгольской юрты, а также воинское обмундирование, музыкальные инструменты, предметы мебели, ковры с диковинными орнаментами, изделия из кожи и меди, а также уникальная коллекция масок, использующихся в ритуальных целях для проведения различных мистерий. Индонезия, Индия. В экспозиции, посвященной культуре и особенностям быта жителей Индии, можно увидеть образцы шерстяных хлопчатобумажных и шелковых тканей, предметы обуви, одежды, посуду, различные украшения, штампы и старинные статуэтки. В зале Индонезии собрано большое количество редких экспонатов от жреческих книг и магических жезлов до амулетов, ювелирных изделий, ритуальных масок и каменных фигурок предков. Посетив зал, можно познакомиться с кузнечными, ткацкими и гончарными технологиями древних индонезийцев. Китай, Средний и Ближний Восток. В зале, посвященном китайской культуре и традициям, собрана богатейшая коллекция фарфоровых изделий, а также свадебные костюмы и погребальная атрибутика, старинные карты, оружие, инструменты и украшения, выполненные из слоновой кости, дерева, камня, различных металлов и сплавов. Экспозиция, посвященная Ближнему и Среднему Востоку, представлена печатными и рукописными экземплярами Корана, принадлежностями для письма и чтения, костюмами всадников и воинов, старинными шлемами и щитами. Этажи 3-5. Здесь расположен зал естественно-научных коллекций, в котором представлены такие экспонаты, как чучело диковинных животных, медицинские инструменты для препарирования земноводных и людей, редкие растения. В первой астрономической лаборатории под руководством Академии наук можно воочию полюбоваться на ряд сложных измерительных приборов и на знаменитую зрительную раздвижную трубу, через которую следил за движением небесных тел сам М.В. Ломоносов. Особняк Румянцева в Санкт-Петербурге Кунсткамера в Санкт-Петербурге предлагает посетителям различные экскурсионные программы. Для детей предусмотрен специальный вариант, включающий знакомство с естественно-научными коллекциями. Посетив залы, посвященные различным народностям, ребенок познакомится с особенностями их культуры, быта, а также с уникальными гравюрами, украшениями, предметами культовой и повседневной одежды, узнает много новой и познавательной информации. В Кунсткамере СПБ организовываются следующие виды программ, классические обзорные экскурсии, в ходе которых можно познакомиться с основными экспозициями антропологического музея и посетить большинство заслуживающих внимания залов, знакомство с Гатторбским глобусом, который является одним из первых экспонатов Кунсткамеры. Когда-то он считался самым большим планетарием глобусом в мире. Сегодня его можно лицезреть воочию, купив билет на право посещения четырех-пяти этажей музея, тематические экскурсии, посвященные традиционной культуре народов мира. Посетив такую экскурсию можно узнать о самых древних формах религии, татемизм, анимизм, способах обработки дерева, камня и других материалов, кулинарных предпочтениях и особенностях построения жилищ, экскурсионные программы из цикла «Ветер странствий», рассказывающие о великих путешественниках и первооткрывателях, а также о Русской Америке и этапах ее освоения. Для школьников Кунсткамера в Петербурге предлагает ряд познавательных экскурсий, на которых они смогут познакомиться с достижениями китайской цивилизации, японской культуры, узнать много нового о представителях первобытного общества, астрономии, астрологии и прочих дисциплинах. Существуют даже специальные квесты, в которых дети отыскивают слонов, слоняясь по музею и набирая игровые баллы для грандиозной раздачи слонов. Петербургский музей этнографии проводит занятия не только со школьниками, но и с детьми младшего возраста. Дошкольники и учащиеся начальных классов могут поиграть в индейцев, научившись языку жестов и вызову дождя вместе с шаманом Пуэбло. Много интересного ребят ждет на занятиях, посвященных особенностям празднования китайского Нового года они могут принять участие в настоящих танцах с драконами. Важно, для самых смелых есть возможность принять участие в постановке, основанной на сюжетах индийских сказок, поиграв при этом на настоящих музыкальных инструментах и примере в пари и сари. Согласно правилам, посетителям не запрещается производство любительской видео и фотосъемки. При этом нельзя использовать профессиональное съемочное оборудование, вспышку и штативы. Музей шоколада в Санкт-Петербурге «Кунсткамера» в Питере работает со вторника по воскресенье. График работы КАСС – с 11 до 18 часов. Время посещения – с 11 до 19 часов. Музей не работает по понедельникам, праздникам и в санитарные дни – последний вторник каждого месяца. Посетить первую астрономическую обсерваторию и экспозицию, посвященную Большому Гатторбскому глобусу, можно исключительно с экскурсоводом. Билеты надо заказывать заранее. Существует несколько вариантов – обратиться напрямую в кассы по номеру телефона, указанному на официальном веб-сайте «Кунсткамеры» либо отправить заявку на адрес электронной почты. Приобрести входные билеты в одной из онлайн-касс, однако их стоимость будет несколько выше, чем в случае покупки напрямую. Стоимость билетов начинается от 100 рублей, для детей, до 300 рублей, для взрослых, звездочка. Цены на посещение экскурсионных программ необходимо уточнять в кассах музея либо на сайтах посредников. Звездочка цены указаны на 2018 год. Кунсткамера СПБ находится в центральной части города неподалеку от станции метро «Адмиралтейская». Доехать до стрелки Васильевского острова можно из центральной части города на общественном транспорте либо дойти пешком через университетскую набережную от «Василиостровской» станции метро. Официальный веб-сайт музея – здесь можно ознакомиться с актуальным графиком, режимом работы экспозиции и прочей полезной информацией. Проходить на территорию музея с продуктами питания или алкогольными напитками запрещено. В Кунсткамере есть небольшое кафе с бесплатным Wi-Fi и розетками для подзарядки мобильных телефонов и гаджетов, а также современная парковка и лавка, которая предлагает массу уникальных сувениров, в том числе и авторских. На нулевом этаже работает гардероб. Кунсткамера – один из самых интересных и полных музеев мира. Здесь собрано более миллиона экспонатов, поэтому посетителей ждет захватывающие путешествия по всему миру с изучением быта и культуры различных народов. Кунсткамера Российской Академии Наук является одним из наиболее полных и интересных музеев в мире. В нем собрано более миллиона экспонатов. Более ста лет они служили исследователем в области археологии, анатомии и медицины. Источник HTTPS www.spbdefisguide.ru Косая черта page нижнее подчеркивание 494. наиболее. Продолжение следует...